Закрываются двери И дальше уже все Вагон едет С 13-го года я работаю водителем трамвая на линии 8 лет я отработала в городе Мариуполь Потом в связи с войной вы эвакуировались уже в город Днепр И я тоже пошла работать водителем трамвая Водители транспорта начинают свой рабочий день очень рано В 3-4 часа утра или же ночи Когда город еще спит, мы заготовимся к своему рабочему дню И в 4-15 я услышала первый, самый сильный взрыв Разорванного снаряда Взрыв был настолько большой силы Потом последовали за ним уже остальные Моя квартира находилась на 9-м этаже То есть от взрывной волны даже начал трястись Виблировать само строение дома Но так как никаких указаний от администрации предприятия не было Естественно, транспорт у нас, инфраструктура работала и 24-го, 25-го, 26-го До 27-го числа ходили трамваи Автобусы ходили немножко позже Трамвайное движение прекратилось тогда, когда были повреждены уже тяговые подстанции Были повреждены линии электропередач, которые питают трамвайное движение Бои были на окраинах города То есть звуки боевых действий грады и прочая артиллерия Она уже была довольно-таки явно слышна Люди, жители местных городов в панике находились Кто-то бежал на рынок покупать какие-то продукты Кто-то пытался перевезти детей какие-то вещи куда-то Как на тот момент казалось, безопасные районы, центры города И на тот момент, конечно, еще люди питали надежду, что таких колоссальных разрушений города не будет Поступило сообщение от администрации Спасайте свои жизни, берегите себя На работу мы не выходим Это уже было 28 февраля Дальше началась жизнь в блокадном городе Мы сначала прятались в подвалах Но дети прятались в подвалах Потом, так как родители немаломобильные То есть родители остаются наверху Мы внизу уже какой-то произошел потом момент Что перестали спускаться в подвал Потому что дети сказали У нас в подвале страшнее, чем в квартире Периодов затишья не было То есть, что бы мы ни делали Приготовление пищи Канонада То есть, допустим, поход за водой Канонада Более дальняя, более близкая Но, тем не менее, она присутствовала Фактически 24 на 7 Вот, и звук пролетающего самолета Мы прекрасно понимали Что через 10-15 минут будет авиаудар Вот, нужно быстренько скатиться вниз Но то же самое Вот, ты бежишь вниз А в квартире остаются пожилые родители Были случаи И когда люди погибали непосредственно от обстрелов Так погибла моя подруга лучшая Она находилась во дворе возле подъезда Приготовила пищу Начался артобстрел Она не успела забежать в подъезд То есть, это было Нужно было сделать два шага Буквально, чтобы заскочить именно в подъезд Она их не успела сделать Она погибла Многие люди погибали пожилые От холода Потому что на улице было плюс 8 В квартирах было плюс 3, плюс 4 градуса Вот, переохлаждение у людей умирали Централизованной эвакуации не было Люди эвакуировались на свой страх и риск Личным транспортом Мы не владели информацией вообще Что происходит на территории Украины Что захвачено, что не захвачено Вот, конечно, пока шли блокпосты Вот эти вот оккупационных войск С насмешкой говорили, мол, куда вы идете В основном никто не ждет Вот, что вы там будете делать Что вы там забыли То есть вот такая вот была То есть вот мы уже все захватили А узнать где-то что-то вот как-то конкретно Какой-то официальный канал информации Он отсутствовал Мобильной связи тоже не было Вот, чтобы узнать у кого-то Из друзей, знакомых, близких Которые живут в других городах Украины Что происходит, это было нереально То есть был выход в никуда Театр военных действий, горных, уличных боев Уже начал концентрироваться ближе Вот к нашему месту жительства Если у него были какие-то окраины То вот с каждым днем оно все ближе, ближе, ближе В этот же момент уже решение об эвакуации Было принято даже не на 100%, а на 200% Что вот, конечно, вот не было транспорта Транспорт был поврежден Уже не был непригоден ехать в машины Было принято, у меня дети взрослые Дочери 12 лет, сыну 14 лет Взяли вещи, ну первой необходимости Смену белья То есть вот единоразовая смена одежды И мы из города вышли пешком Все это вот было на фоне черных домов Которые были полностью сгоревшие Это были вот на фоне стихийных захоронений И это очень было страшно, когда мы поднялись на пригорок 23 микрорайона, смотришь на завод Ильича И видишь агонию того района, где ты жил Агонию тех домов, когда вот многоэтажное общежитие Девятиэтажное, оно просто рухнуло тебе на глаза Мы узнали намного позже Сообщили соседи, которые тоже выехали позже нас А на следующий день, мы ушли в субботу На следующий день воскресенье В нашу квартиру, в лоджию и в крышу прилетело два снаряда То есть мы вовремя ушли От Никольского, это вот поселок под Мариуполем Городского типа поселок Никольское до Запорожья Мы выехали с Никольского в 7 утра И мы только в 4 вечера приехали в Запорожье Это все время было занято досмотрами, проверками Окупационных войск Выводились из автобусов мужчины с документами Проверялись наличие наколов, наличие следов Синяков от использования стрелкового оружия Досматривались мобильные телефоны Аккаунты соцсетей Личные фотографии Мы приехали, когда в Днепр, Запорожье Уже приехали сами Естественно, в приоритете стоял Крупливый промышленный центр Потому что мне и мужу нужно было искать Какую-то работу и как-то социализироваться Профессия водителя Даже электротранспорта Автобус, троллейбус, трамвай Она востребована И найти работу в другом крупном городе Не составляет труда Прекрасно понимала, что как водитель трамвая Я найду работу Меня трудоустроят Естественно, это доход И, естественно, это социализация То есть, естественно, это возможность Не погрузиться в депрессию Сложно строить, наверное, какие-то далекоидущие планы Самое большое желание Жилье Собственное жилье Опять создать тот же уют, тепло Комфорт для своих детей Чтобы так же завести Оранжерею небольшую Завести какого-то домашнего питомца Вот Мечта такая Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!